Жители дома на переулке Молдавский 4 просят установить шлагбаум. В час пик в их дворе становится очень шумно. Сотрудники администрации берут в разработку вопрос, но предлагают иначе решить проблему, чтобы и водителям было удобно, и жителям комфортно. Давайте мы сделаем так. Сейчас управление дорог получило задачу сделать проект, ну не реконструкция, а маленько видоизменить улицу в том состоянии, в каком она находится. Как только проект сделает управление дорогой, я вас приглашу к себе, мы сядем и посмотрим, как устраивает вас или не устраивает. Задают вопросы по ремонту улицы Ремесленная, а точнее о том, когда возьмутся за ее реконструкцию. Дорога на сегодняшний день спроектирована, по капитальному ремонту. Виды работы определены, срок стоит 28 февраля, вам дадут Сергея Анатольевич, что там будет, в какие сроки, поэтому мы в этом году сначала работ на дорогах переступим. Своё обращение нам руководить. Эта пенсионерка пришла с просьбой почистить улицу Бойко-Павлова. Предложение удивило председателя комитета по Кировскому району. Значит, по Бойко-Павлову мы в течение декабря и января месяца три раза продирали ее до асфальта. Раз, и ту, и другую сторону. Второе, в течение декабря месяца пять раз песко-соляной смесью посыпали. Вот после того, как пошел ледяной дождь. Женщине предложили вместе пройти по улице и еще раз вместе ее осмотреть. Во время встречи выходили к мэру и с другими предложениями. Ветераны завода «Дальдизель» обратились с интересной инициативой. Мы ходатайствуем о том, чтобы пушку, которую завод выпускал в военное время, из городского музея, там еще никто не видит, поставили перед зданием арсеналса. Мэр Хабаровска вопрос взял на контроль и дал поручение его проработать. Это орудие сегодня весит полторы тонны. Если его где-то устанавливать, значит не просто его установить на земле или еще что-то. Это обязательно нужно место. Это памятник. Здесь ряд документов, процедур необходимо нам соблюсти. Те, кто в этот раз не пришел на встречу к мэру и омбудсмену, могут обратиться через приемные и социальные сети. Я всегда говорю, что я на работу прихожу в 7 утра, пожалуйста, можно. У меня есть инстаграм официальный страница, где можно задать вопрос напрямую. Павел Игошин, Сергей Михайловский, Смотри Хабаровск. Павел Игорь Михайловский, Смотри Хабаровск.